Чрезвычайное происшествие случилось в 23 гимназии во время третьего урока. У здания внезапно обрушилась крыша. К счастью, это лишь легенда учений. Впрочем, эвакуация, операция по спасению пострадавших, была настоящей. Ребята вместе со своими учителями эвакуировали согласно плану эвакуации. Разместились мы на школьном стадионе. После этого была произведена перекличка. Каждый учитель-предметник подошел и отчитался о том, сколько учащихся эвакуировалось и сколько учащихся из присутствующих сегодня на уроках. Гимназисты успели покинуть опасное здание согласно плану за 4 минуты. Урок сорван, погода на улице хорошая. Школу никому не жалко, наоборот, все очень интересно и весело. Потому что все не по-настоящему, а в другую школу не нужно будет переходить. И еще интересно что-нибудь новое узнать о технике безопасности во время пожара. По легенде, учение в результате обрушения крыши в одном из кабинетов на третьем этаже пострадал человек. Самостоятельно он выбраться не смог. Спасатели извлекали пострадавшего через окно с применением альпинистского снаряжения. Второй этап – ликвидация последствий серьезного ДТП. Из автомобиля доставали пострадавшего в бессознательном состоянии. Как признаются сами спасатели, у них лишних тренировок не бывает. А тут еще и ребята наглядят на урок УВЖ. Когда несчастья случаются в реальности, эвакуировать большое скопление людей быстро не всегда получается. Начинается паника и у детей, и у взрослых. Несмотря на всю организованность, все равно дети есть дети, возникают различные ситуации. В этом, конечно, есть сложность. Ну, так в основном остальное все нарабатывается временем и слаженностью работы коллектива. Поэтому больших сложностей не возникает. Настоящих происшествий с привлечением пожарных и спасателей в 23-й гимназии за последние годы не было. К счастью, обходятся тренировками. А у них есть один небольшой минус – после учений уже не до уроков. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова